Приветствую вас в стенах нашего музея на очередной лекции. Я зовут Бурцев Игорь Геннадьевич, я научный сотрудник отдела археологии и расскажу следующий этап этого весеннего цикла, этап истории Тульского края. Те, кто был на прошлых лекциях, помнят, что они начинались с древнейших времен и закончились вятичами. Ну и сегодня я как бы продолжу. То есть все это были периоды дописьменные. Сегодня у нас начнется период письменной истории, когда вятичи впервые появились в летописях и что из этого получилось. Итак, сложившиеся уже к X веку древнерусское государство, которое раньше именовали Киевская Русь, сейчас как бы это не очень приветствуется, но тем не менее, довольно рано обратили внимание на земли к северу от себя, населенные дикими племенами вятичи. И уже в 960-е годы, в 964-965 годах, князь Киевский, князь Святослав, готовясь к походу на хазар, пришел к земле вятичей и возложил на них дань. Поскольку вятичи платили дань хазарам, он решил, так сказать, подорвать хазарскую материальную базу и начал довольно далеко, так сказать. Вот, видите, стрелочки здесь показывают условно. И далее поход на хазар проходил по океи Волги. Но вятичи не сразу сдались, и Святославу пришлось приходить еще раз, для установления, так сказать, власти. Но, тем не менее, сын Святослава Владимир в 981 году еще вновь приходил на вятичей, возлагал на них дань, как отец его возлагал. Вятичи опять не унялись, и Владимир повторил еще раз свой поход и, видимо, уже окончательно подчинил эту землю власти киевских князей в 982 году. Впоследствии, ну, видимо, чтобы использовать воинственный дух лесных племен, Владимир, когда начал создавать крепости по южному рубежу Киевской Руси, стал строить крепости, и в эти крепости, среди прочих, начал селить лучших людей из вятичи, как пишут летописицы. Здесь вот, наверное, более такая, более понятная карта. Вот здесь показано, ну, здесь не только вятичи, Мурома и Мещера, вятическая земля, вот, находилась в верховьях реки Айки и немного захватывала верховья дома. Ну, и где-то с 11 века эта земля отошла к черниговским князьям. То есть, когда началось делиться государство киевское на уделы, значит, и вот черниговскому уделу эта земля отошла, ну, что довольно логично, потому что черниговское княжество находилось ближе всех к этому, к этому району. Здесь вот вы видите карту черниговской земли и вот самый восточный угол занимает вятичи. Ну, борьба с вятичами и во княжении, так называемое, их продолжалось и черниговскими князьями. Известный князь Владимир Мономах, будущий в 1113-1125 году великим киевским князем, но вот будучи черниговским удельным князем, несколько раз ходил в эти земли. Так он в своем поучении детям, ну и вообще как бы для всех, в своем поучении он написал, что первый поход свой самостоятельный он совершил около, ну, где-то около 1066 года и этот поход был сквозь землю вятичей из, пардон, из Чернигова сквозь вятичи в, ну, в Владимиро-Сузульскую землю, в Ростов. Ну, это он отмечал наряду с боевыми походами. Видимо, пройти сквозь эти земли в верхнее поучье было нелегко. Но, впоследствии, между 1078 и 1084 годом он дважды ходил на вятичей, как написал на вождя их Ходоту и его сына. Ну, и, видимо, уже окончательно покорил своей власти. После этого вятичи уже встречаются в источниках, как ну, как подданные черниговских князей. Ну, и где-то в 1113 году, ну, около 1113-1114 года в землю вятичи были посланы монахи Киево-Печерской лавры Кукша и его ученик Никон для крещения этой земли. Ну, как писали впоследствии, Кукша был известен известен просветительской деятельностью и он прогонял бесов, крестил вятичей, дождь свел, иссушил озеро, сотворял многие чудеса. Ну, и, видимо, после того, как он иссушил озеро, был убит, не то зарублен, не то посажен макл, существуют разные, но они довольно смутны и, возможно, что и даже это что-то было придумано более поздними писателями. Вот. Ну, где он был убит? Значит, есть мнение, что где-то в, ну, как, да, вот в этом, в этом районе, с чем это связано, обосновать никак нельзя. Там есть город, был, вернее, город Серенск, и вот к этому, к этим окрестностям привязывает убийство Кукши. Но оно ничем не обоснованно, то есть, скорее всего, это придумали исследователи в 19 веке, потому что ой, вот он, вот городок Мценск, существующий и поныне, недалеко от него существует колодец святого Кукши, существовали, бытовали даже некогда предания, то есть, записаны они были в 19 веке, от Кукши. Ну, возможно, это, конечно, тоже более поздние какие-то измышления, но, как правило, на пустом месте это все не возникает. Ну, это вот так коротенечко начальный период я течи под княжеской властью. Ну, самая, конечно, интересная страница нашей земли приходится на 1146-й, ну, 1147-й даже год. Это сейчас, это когда в Черниговском и Киевском княжествах развернулась гражданская война, междоусобная война, когда сейчас, как бы, в августе 1146-го года ставший великим киевским князем Игорь Ольгович из ветви черниговских князей был значит, свергнут с трона, с крестола, восставшими киевлянами, и киевляне призвали Изислава Мстиславича, который разбил Игоря Ольговича и его брата Святослава, ну и Святослав бежал в свой удел в Новгород-Северский вот он вот он здесь вот, а Игорь Ольгович был пленен ну и впоследствии там не то замучен не то просто умер в заточении земли их решили поделить вернее черниговские в то время сидевшие в Чернигове князья изветви Давыдовичей как их Мстислав и Владимир вот решили поддержать нового киевского князя Изислава Мстиславича и решили отобрать у Святослава Ольговича его удел Новгород-Северский удел но тот был явно не готов к такому повороту событий и обратился за помощью на север к Владимиру Суздальскому князю Юрию который мы зовем Долгоруким ну я так и буду его назвать для простоты ну и начались боевые действия коалиция Давыдовича и киевского князя осаждала разные крепости ну Путивль взяли значит это тоже владение Святослава Ольговича осаждали Новгород-Северский ну связи с чем и Святослав Ольгович бежал на север по совету своих ну советников бояр кого-то еще бежал значит в город Карачев в лесные земли ну где хотел отсидеться точнее в Брянск потом когда узнал узнал что в Брянск опять за ним по пятам и бьет войско бежал в Карачев и один из Давыдовичей Мстислав Давыдович шел за ним по пятам с трехтысячным отрядом и где-то ну все эти события происходили ну осенью в начале зимы 1146 года так пардон ой нет плохо сейчас вот стрелочкам видно нет вот эти это вот сейчас темные стрелочки но они конечно условно темные это вот действия Святослава Ольговича а это его враги ну значит и Святослав Ольгович разбил шедший за ним по пятам отряд это произошло 16 января 1147 года и после этого поняв что враги не уйдутся он он бежал в Вятичи земля Вятичи в город Козельск вот ну и отсюда начинается в общем-то вся наша наша собственно страничка истории потому что дальше 2-3 месяца он путешествовал исключительно по землям Верхней Оки то есть был в Вятичах я схематически набросал все эти действия вот от Козельска и далее из Козельска Святослав пошел в Дедославль ну Дедославль да да скажу что Козельск и Карачев это города существующие до сих пор вблизи старых городищ то есть того времени поэтому проблемы локализации как бы не происходит но с нашим регионом постоянно возникает вопрос вот пошел Дедославль ну здесь Дедославль показан на месте современного Дедилова ну как бы как еще Татищев и Ижи с ним ну то есть многие исследователи пытались ну предположили что видимо это Дедилов Дедилова ныне село или там поселок ну я как бы пока буду говорить так хотя скажу сразу дело происходило зимой и зона это очень облесенная то есть ой а куда же я засунул что-то вот зелененьким тут показана показана лесная зона на ну к моменту средневековья к моменту освоения этих земель населением светло-зеленым показаны лесостепные ну или степь с лесом как говорили исследователи и белым это степные участки вот и поэтому по лесам и часто ходить в общем-то без дорог невозможно а уж тогда когда леса были и гуще и населения было меньше значит возникает вопрос как же они передвигались расстояние-то были очень большие ну а руслом рек реки замерзли и соответственно лучшая дорога это русло реки таким же образом через спустя сто лет придут на Русь татары-монголы или монголо-татары во главе с Батыем и завоюют так сказать пограбят всю северо-восточную Русь именно по руслам рек ну значит соответственно из Козельска какие он вдоль Джиздры мог спокойно пройти а вот дальше возникает вопрос то есть смотрите для того чтобы от вот этого участка добраться до Дедославля ну до Дедилова он стоит на реке Шиворони приток Упы Упа у нас тут загогулину такую делает ну то есть по Упе он конечно теоретически мог пройти но еще раз обратимся к этому я наверное так на две карты буду показывать здесь просто покрупнее и поподробнее эти события вот Дедилов стоит на самом краю лесного массива то есть общего лесного массива то есть это вот самый предел облесенность там минимальная ну сейчас конечно все леса сведены а и в то время их было не так много значит настолько насколько верно что место где ныне располагается Дедилова входило в землю Вятичей и было именно ну таким вот местом тем более некоторые исследователи считают что Дедославль был центром Вятичей здесь на этой карте мы видим что он вообще находится на самом краю логичнее предположить что центр был где-то здесь все-таки в лесных пределах вот а ну да пардон сейчас и если он шел по УПе существует такое мнение что вот 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 видите такой квадратик здесь стоит городище бывшей деревни Кетри довольно мощное и соответствующее городу тому времени возможно что именно оно было Дедославлем это как вариант и соответственно сюда ему идти вовсе не надо было но пока мы сделаем от этого от этой точки далее Святослав пошел на реку Осетр кстати отсюда идти до Осетра гораздо проще ну и по Осетру спустился вниз далее пришел в Колтерск вот вот это место здесь ну там произошли произошел ряд событий отсюда из Колтерска он хотел идти в Дедославль потому что в это время видимо к Дедославлю подступили черниговские князья Давыдович которые и сами видите до Дедославля обратно то есть это а зачем он туда уходил ну то что он спасался от преследования от военной силы уходил ну видимо попутно собирал какие-то силы землевятичей силы продовольствия там что угодно но идти обратно вот отсюда сюда довольно проблематично тоже если отсюда сюда гораздо проще ну опять же мы помним что передвигались по рекам там довольно развитая речная система вот тут довольно просто все это сделает ну для этого конечно нужны проводники хорошие знатоки но у него разболелся в его лагере так сказать в колкиксе разболелся сын Юрия Долгорукова которого тот прислал ему на помощь Святославу на помощь и вскоре в общем он Святослав не мог взять чужую дружину чтобы отвоевать Дедославы и дождался в общем смерти когда тот умер дождался вернее приезда братьев этого Ивана Юрьевича которые забрали тело отвезли домой вот ну после этого Святослав Ольгович пошел на устье реки Протвы или Поротва как писали в летописи где был городок Лобынск 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 или Лобынск разное ну они и Любимск еще но это скорее всего уже искажение более позднее ну в этом месте существует городище и слои 12 века там вроде бы встречаются но пока точно сказать нельзя в связи с чем возникло мнение у некоторых товарищей что Лобынск находился ну где-то здесь сейчас до сих пор существует деревня Лобынская там недалеко есть городище и рядом с Дедославлем который в настоящее время локализуется ну пока вот как бы не опровергнута то есть существует только мнение версии они не доказаны ничем ну просто как бы логика событий еще что-то так вот 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 Продолжение следует...